всем привет в прошлом ролике моя дочь подняла интересную тему ну не знаю насколько эта тема интересная она достаточно уже заезженная обсуждая обсуждают ее все кому не лень и в интернете и в бумажных изданиях и в разговорах между собой сводится она к тому что современная музыка музыка 21 века она деградирует я с этим в корне не согласен потому что музыка деградировать не может музыка развивается все время независимо от нас поскольку один мой поскольку один мой не поскольку один мой а просто один мой хороший знакомый очень серьезный музыкант и не он один говорит что мы лишь проводники той музыки которая существует вне зависимости от нас она существует сама по себе в мире она нас окружает а мы можем только транслировать и поэтому музыка деградировать не может она есть она развивается она растет она меняется и все такое прочее вот что касается рок-н-ролла то да что касается популярной музыки я полностью согласен и если уж двадцатилетние так считают то нам то и вовсе смешно с этим спорить двадцатилетним то виднее они в этой современной музыки находятся они и чувствуют понимают знают в 25 раз лучше нас хотя я слежу за современной музыкой но тем не менее деградация рок-н-ролла или популярной музыки так называемый на лицо я с этим абсолютно согласен вы скажете ну как же как же выходят такие прекрасные альбомы прогрессивных коллективов the flower kings там кстати у меня два последних альбома есть the flower kings я их очень люблю группу я имею ввиду я их представлю конечно же безусловно столько новой музыки столько хожу да я всю ее слышал но не всю это я утрирую но большей частью слышал и это в общем-то повторы старого все то что считается лучшим сейчас лучшим таким вот светлым настоящим прогрессивным это все мы слушали у группы ес genesis и массы других вандер граф генераторов и кстати говоря современные прогрокеры этого и не скрывают вовсе они не занимаются копированием но они идут в том же ключе совершенно что было уже сделано в 20 веке масса артистов пожилого возраста таких как ян андерсон джет ротал и разные другие они просто продолжают играть ту музыку которую они играли всю свою жизнь какого такого развития я там не вижу точнее не слышу ну вы наверное со мной согласитесь но это приятно все это здорово это отличная музыка я ее безумно люблю и я слушаю пластинки стариков которые сейчас выходят с большим удовольствием но в целом популярная музыка молодые артисты которые сейчас появляются в этом сегменте музыкальном это конечно не очень интересно в смысле чего-то нового смысле того что повторы старого как сказала моя дочь везде 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 слышны и рок-н-ролл как таковой свободное самовыражение свободная энергия радость жизни независимость от крупных рекорд лейблов конечно скажите вы да все зарабатывали деньги джон леннон говорил что и цель его участие в группе битлз это стать богатым и знаменитым конечно конечно деньги хотят зарабатывать все но рок-н-ролл это такая штука которая удивительным образом совмещает и зарабатывание денег и полную свободу от тяг хулиганство музыкальная беспредельность и вот это самое свободное самовыражение что в рок-н-ролле самое ценное в рок-музыке рок-н-ролл я использую понятие общее такое да самое ценное это внутренняя свобода внутренний кайф невероятно который получаешь от игры в рок-группе на сцене или в студии когда люди делают какие-то такие заводные штуки от которых и сами просто захлебываются адреналином и публика тоже вслед за ними захлебывается этим самым адреналином вот этого к сожалению уже нет вот все эти группы там никлбеки там и прочее прочее это такая вообще скукота на самом деле такая все здорово все правильно сыграно все интересно вроде бы придумано но такая скукота такая тоска невыносимая но есть есть люди которые правда начали играть еще в двадцатом веке а именно в 1998 году но играют и сейчас играют музыку совершенно новую свежую кайфовую и такую же точно рок-н-ролльную какая была какая радовала всех нас там в 1971 72 75 78 80 и прочих годах прошлого века я уже не говорю о шестидесятых я имею ввиду вот этого паренька вот такая вкладочка пластинку удивительно мерзкого цвета на мой взгляд вратительного и сделано максимально неудобно читаемо приходится всем переворачивать здесь текст и песен кто на чем играет разобрать можно конечно но надо как-то потрудиться вторая вкладочка в пластинку некоторые песни на этой вкладочке некоторые вот здесь информация вот на этой вкладочке а некоторые песни вот на этой вкладочке 3 в общем нужно так сидеть и и зарубаться читая тексты разбирая кто на чем играет это джек уайт 2022 год fear of the dawn dawn рассвет имеется ввиду да он не дал до фироп да да он это приблизительно как я правильно произнес во всяком случае не да он это это точно страх рассвета джек white 2022 год записан альбом в 2021 на вышел только что и эта пластинка меня потрясла я слушал ее когда я ее купил и прослушал три раза подряд сразу на следующий день прослушал еще два раза сегодня прослушал еще полтора раза и в общем это конечно понятие шедевр сейчас вообще не актуально в двадцать втором году сейчас она не актуально нету я не могу ни одного шедевра назвать но это очень хороший рок-альбом настоящий и джек white группа white stripes помните такая была конечно помните я был на концерте white stripes однажды когда они приезжали в наш город санкт-петербург в манеже кадетского корпуса они играют а это огромный зал очень большой зал и они вдвоем смыть с мэг white джек и мэг барабаны и гитара они дали такой концерт так смело просто забитый публикой зал что мало таких концертов я честно говоря видел и слышал когда вдвоем на сцене барабаны и гитары и все это настоящий рок-н-ролл это очень круто и там я понял что джек white очень серьезный музыкант очень серьезный гитарист не похожий ни на кого и вот этот дух гаража в хорошем смысле дух детройта парни то парень так точнее парень и его подруга мэг из детройта родом вот этот дух гаражный в котором из тут же слышны и вплоть до кистом я не знаю то есть вот эти вот эти все штуки конечно очень серьезно работают при этом это блюз настоящий ну это не совсем блюз но основа игры у джека вайта блюзовая со старыми обработками гитарными с этими самыми примочками со старыми усилителями настоящими которые звучат по-настоящему так как звучит настоящий рок-н-ролл в широком смысле этого слова никто так не делает ничего похожего сейчас на то что играли white stripes но white stripes уже давно нет а есть вот этот новый альбом джека вайта который воспринял я сначала как чистую истерику сначала мне не понравился веру послушал первый раз и мне потому что он так грузит он такой нервный так раздражает страшно но что-то в нем есть какая-то фишка в нем есть и это заставил меня послушать его еще раз первый раз я его слушал в магазине и вот эта фишка заставила меня его купить я дома послушал второй раз третий раз и все и я абсолютно куплен сам этим альбомом и джеком вайтом в его новом воплощении fear of the dawn такое ощущение что джек уайт в бешенстве происходящего в музыке и в мире вообще сейчас а есть от чего быть в бешенстве потому что вот все говорят отмена русской культуры отмена русской культуры ребята не отмена русской культуры сейчас происходит сейчас происходит отмена культуры вообще если смотреть на массовую культуру а именно на рок-музыку и кино что является самыми массовыми культурными направлений направлениями культуры до скажем так то отмена культуры просто вот видно невооруженным глазом и не защищенным ухом что в музыке что в кинематографе кошмар кошмар не с каждым годом все кошмарней я не имею ввиду русская русский кинематограф и русскую музыку я имею ввиду и американские европейские все все это вместе отмена культуры вообще происходит полностью культура в эрмитаже в лувре филармонии в консерватории и в про гроковых коллективах остается но она становится элитарной она становится культурой для узкого круга людей она никуда не денется безусловно но массовая культура деградирует страшно и джек уайт в бешенстве в истерике просто от этого записал такой альбом пробивной зубодробительный я бы сказал начиная там с первой песни taking me back фактически на двух аккордах но риф посложнее в рифе там раз два три 4 шесть нот по моему если я не ошибаюсь но можно сосчитать послушайте сами сосчитаете но это такая смесь блэк саббата с гарри ньюманом потому что джек использует помимо гитары своей на которую фантастическим образом играет по-настоящему рок-н-ролли на по-настоящему рокова использует из использующего синтезатор здесь очень много на всем альбоме и синтезатор со звуком архаичным таким звуком который мы слышим на первых альбомах гарри ньюмана такой вязкий жужжащий и очень громкий и вот этот риф гитара с этим самым гарри ньюмановским синтезатором работает будь здоров как прекрасное стерео разложение прекрасная аранжировка яростная истеричная а редко я могу назвать аранжировку истеричной вот она здесь истеричная но филигранно сделано настолько настолько точно тонко и зло и джек в этой аранжировки втыкает иголки нам в тело в душу в мозг в уши все рассчитано до миллиметра до не знаю там до мельчайших подробностей все сделано при этом рок прет вовсю следующая песня заглавная fear of the dawn собственно самая здесь уже такой же истеричная гитарная соло джека и он поет играет на барабанах здесь сам захлебываясь вак в вокале захлебывается яростными словами со злостью с подачей с криком о помощи страх рассвета его душит вся пластинка в общем-то она страшноватая достаточно но не такая страшная как black sabbath медленный страх а здесь истерика здесь ничего медленного нет здесь все несется вперед вот это бешеное соло захлебывающийся вокал и бар захлебывающиеся барабаны чего я не слышал нигде и никогда это не значит что барабаны сбиваются захлебываются он играет точно в дрон же вообще барабанщик изначально джек white он потом стал играть на гитаре сначала он был барабанщиком учился он играет очень точно все в долю все чистенько здорово но такая партия и такой звук что вот истерика в ударных вот просто истерика просто круто the white raven очень страшная песня она просто очень страшная больше ничего не скажу и безумное полотно хайли холл с арабским бокалом с переходами из арабского в испанский враги в рог в альтернативу в андеграунд в гараж вот такая пьеса и софобия и into the twilight последний номер на первой строге в сумерке натуральное погружение в сумерки ломаный ритм ломанные фразы смена размеров неожиданная совершенно в общем сплошные и масса звуков масса придумок масса микро мелодий которые везде всплывают мигают появляются исчезают появляется здесь там сям сям везде вот так вот все это какая то просто не скажу что рок симфония но настолько живописная страшная яростная музыка громящая всю современную музыкальную цивилизацию переворачивающая ее с ног на голову размещать разносящая ее в пух и прах ничего этого нет никакой попсы никакого массового продакшена ничего не надо вот настоящий рок-н-ролл есть еще люди которые его играют ну и вся вторая сторона я уже не буду проходиться по песням потому что сам захлебнусь от восторга этой пластинки ничего пафосного ничего искусственного ничего массового ничего на продажу и все очень круто сыгранное зло рок-н-ролл жив но внутри все равно добро добро с кулаками которое бьется за право на существование в нашей современной музыки джек лайт фир офф фир офф д дон пошел пить вместе с вами пока